всем привет огромный турция гостиница марти резорт у нас начался пожар чтоб вы понимали здесь горы за той горой мармарис мы находимся в маленьком городке называется ичмелер вот а вот тут вот наша гостиница прям напротив этих гор началось все где-то минут 40 назад с маленького такого дыма вот сейчас немножко уже было побольше так и потом было пламя видно было языки пламени а вот кстати вертолеты прям здесь на море набирают воду смотрите опускаются сейчас он вниз опустился с этой стороны потому что деревья наберет воду сейчас вверх пойдет но они пытаются как-то душа тут два вертолета задействовать сейчас утрас раз раз вода набирается хорошо что хоть куда близко есть еще не надо далеко куда-то ехать воду набирать там он еще один вертолет видеть такой который кружит он наверное высматривает где где пламя а вот тут смотрите видите оно все потихоньку разгорается и разгорается сначала было вот там вот потом аж туда все пошло сейчас они потихоньку затушили но опять начинается вот черное такое пламя видите тем более здесь сейчас 40 градусов жиры считайте и ветер лесовой пожар он очень опасно и лесной вот гляньте на правом воду и сейчас летает и пошел он сейчас круг сделает с водой не знаю видно вам или не видно потому что тут застиницы немножко вот он вертолет полетел с водой сейчас делает круг заход такой и с той стороны потушить и пока вот этот вертолет набрал воду за ним следующие сейчас тоже воду набирает а я вот тут сижу на балконе смотрите и уже вот там просматривается маленькие пламя то есть они их затушили она опять опять дай бог вот это все сюда вниз пойдет и сгорит в чертовой матери этот марти резор ну да сейчас ждем тот вертолет еще прилетит который воду набрал ну два я видел один набрал воду и улетел но она еще может и в ту сторону разграться с той стороны просто мы не видим туда где-то туши уже такого нету как было уже меньше было вообще же валила столбом прям огонь так деревья мало и так деревьев тут не немного на самом деле мало еще такая жара вот слышишь вертолет летит он вот так вот об круг вокруг облетел сейчас воду скрыли не опять сюда прилетит золотой он смотрите видите еще один вертолет он вниз пошел году набирать там он верху еще один летает смотрит а тот он там вот внизу воду набирает он там ниже набирает воду тут еще один летает но уже дым такой белый сначала был такой черный черный вытушить все-таки душат все-таки справились молодцы дышу чтобы прям пламя было ребята она все равно горит она все равно горит тогда там какое-то место есть падает и козье но зачем налить воду а наш еще ветер ветер но достаточно одной из крышек дальше пошла при такой жаре она все сухостой такое все там желтая солнце выбор а вот вертолет еще один видишь торой там он все равно молодцы быстро подняли вертолеты да я только увидел я пошел гулять такого виду пошел только один и тут же уже дошел до гостинице 5 минут уже вертолет вот за водой за водой лечит Вот видишь оно опять вот там вот чёрным вот идёт, а там горит ещё. Конечно горит. Как говорится, дым обязательно пожар. Ну может там ещё пожарные тушат, помимо вертолётов. Дым обязательно не бывает. Да, а вон ещё один вертолёт. Прямо вертолёта без аня не бывает, в душе моего идёт. Видите, уже всё почти потушили, уже пламя нет. Вот уже второй вертолёт идёт. Воду сейчас будет сбрасывать. Молодцы, где-то за полтора часа быстро затушили, что мы остаёмся в гостинице. Это наш мусор, выходи давай. Мы идём купаться в бассейне, уже этот пожар затушили. Вообще молодцы, конечно, быстро как начали летать. Самолёт засал, ещё этот вертолёт за вертолётом. Ну два вертолёта и два по-моему без этого окружились, смотрели видно. Вот ещё до сих пор летают, но уже дыма, ничего нет. Час-полтора прошло, вообще всё. Молодцы, конечно. Если бы это было в Украине... Где-то там и разъянные остановились на дороге и пропускают. Из Мармариса они могут выехать. Представляете? Дорога перекрыта. Перекрыли, потому что боятся. Ой, ну уже ничего, это самое страшное. Я хочу спросить... Это для меня стресс был. Животным думал, но мы тут ходим, а там они погибают. Где мои интересные эти полотенца и где мой порошок обещанный? Не знаю. Сейчас я спрошу. Это и парень, который по-русски разговаривает. А где тут парень, который из Пикраша? Может ты меня позвать? Здравствуйте. А вы мне обещали, что мне полотенца поменяете новыми? И порошка немножко принесёте. Мы ушли купаться, в номере никого нету. Если не тяжело, принесите. 130, да? Да, да, мы пошли купаться. Спасибо. Спустя час приносится. Обед. Мы увидели, что у нас обед. Сначала пообедаем, а потом пойдём купаться. Это какие-то... Фаршированный перец. А чем он фаршированный? Давай попробуем. Мы, кстати, такое не пробовали. Возьмёшь мне тоже? Одинаковый будем брать. Один, да. И ещё один важный. Вон, смотри, какой рыжий шорф с яйцами. Спасибо. А здесь что? Рыба обращённая с шпинахом. Ну, как-то нравится с мясом. Может быть, вот этого? Зелёное текло и мусака. О, не я такая не хочу. Мне можно немножко курицы с помидорами. Чикен. Чуть-чуть. Окей. Спасибо. А это что жареное? Жареное куриное филе. О, я уже взял кусочки. Ну и что жарим? Ну и сегодня, видишь, они в каком-то соусе жарят. Жареное куриное филе. И макарошки с мидием. Видишь? Угу. И картошки. Вот так. Какие было? Мне одно куриное филе. Да? Гриле чикен. Угу. И немножко макаронов. Чуть-чуть. Окей. Спасибо. Еда. Макароны у меня, видите, курица. Ну такое, что есть, скажем. Потому что оно не всегда в обед есть много еды. Хлеб взял? А мне вот такую круглую булочку, ага. Спасибо. Самвел себе взял хлеб, картошку и мясо куриное. Я взял себе мясо, куриное, перец. Как ты говорил, мусака? Мусака. Мусака. И вот смотри, какой салат с апельсинами, с помидорами. Кстати, ты не берешь никогда, а надо. И вот такие баклажаны. Это неправильно пишут, что я никогда не беру. Да, ты не берешь, а салат обязательно надо брать. И два пива вот нам принесли. Ну там еще есть фрукты, но сейчас мы это съедим. Если захотим, то еще фрукты возьмем. Так как ты в арбузах больше поедешь, знаешь. Так а что ты не берешь? Стесняюсь. Пойти взять тебе арбуз? Ну не надо, ну что, сейчас. Лира где-то там сидят сосиски едят по дороге. Что сделаешь? Придется им ждать, по-другому не пустят. Уже в поле ничего не горит. Ну не горит? Ну ты ж не знаешь, какая ситуация там. Может это загорелось где-то в Мармарисе. Это ж видно было только горы, понял? Спасибо. Спасибо. Так ребята, мы уже покушали. Самвел с Ирой разговаривает по телефону. Они там застряли в Мармарисе. Короче там перекрыли дороги. Их не пускают, а до гостиницы осталось 5 километров. Ну вообще сюда к нам. Говорят, что горит где-то в центре в Мармарисе. То есть тут потушили. Сам очаг пожара где-то в центре в Мармарисе. Но здесь не видно с этой стороны. А вот видите, вертолеты еще воду набирают. Смотрите, видите, там на пляже вертолет набирает воду. Так что вот так, сейчас идем в бассейн. Потому что уже невозможно жарко. Мы сколько ждали, ждали, думали Ира. Все они приедут до 12. А уже считайте два дня. Два дня, господи. Два часа скоро. У нас сегодня последний день в гостинице. Уже чтобы не сидеть в номере, пойдем покупаемся. Вот Хиразгеной будут сейчас что-то решать. Или будут ждать там. Потому что Ведицины пускают. Или снимут там какую-то гостиницу. У нас пока местут все спокойно. Конечно, сначала была такая паника. Все паниковали. И мы тоже в том числе. Ну, уже слава Богу, нормально. Вот видите, там с той стороны. Вот это гора, где было пламя. Все нормально. Мы идем купаться в бассейне. А сюда и можем пройти. Дорога, говорите. Так что там. Кстати, кому интересно, кто-то спрашивал за детский бассейн. Вот видите, я нашел. Потому что тогда я видел. Думал, нету. Оказывается, есть. Вот еще очередной вертолет. Видите, с водой. То есть там еще, получается, пожар есть. Потому что вертолеты летают еще. Еще набирают воду. Пришли мы. Пришли мы купаться. Я уже покупался. Сам в бассейне тоже пошел купаться. В общем, ребята, смотрите. Видите, вот тут холм такой. Там был пожар. Сейчас уже нету. Тебя видно, не переживай. Что? Тебя видно, я про пожар рассказываю. Вот. И вот за той горой Марморис. С этой Чмелера там Марморис. Там, в общем, загорелся лес. Написано было. Ну, в гугле мы читали. Там массовая информация. СМИ, да. Вот. Там написано было, что одну гостиницу эвакуировали, которая ближе находится. Ставрополь. 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 Я не знаю, даже у кого так стоит. Тебе приглашение высылали? Да я никого не знаю там. Кто мне должен высылать приглашение? Седьмая вода на киселе. Ну, мама знает там. А я. Этих-то из разных не важен. В общем. И там еще тушат. Гена серые еще остаются. Вот там и Марморис. А там горит, да. Что-то Марморис. Там прям огонь. Да. Гену вот не пускают. Перекрыли дорогу. Да. Я тоже видел с одной гостиницы. Да. Он вертолет еще. Я ремонтирую отель. Говорит, у меня руки еще. Пожалуйста. Вот так. Слышишь? Пойди вот туда. Поплыви там, где вода. Там очень хорошо. Там люди. Я людей не вижу. Вон, где камни. Где стекает вода. Я хочу атак. Да. Ты доставал воду?